На старт весеннего полумарафона в Омске вышло более тысячи человек. Практически 30-ти градусная жара помешала стайрам побить рекорды, но накал борьбы от этого меньше не стал. Кроме того, из-за начала работ по строительству стадиона в парке Зеленого острова участники весеннего полумарафона стартовали от Иртышских ворот в Омской крепости. Все подробности воскресного забега у Ольги Качкуровой. В этом году спортсмены и стартуют, и финишируют у Иртышских ворот. А вот сама трасса не изменилась. Спортсмены побегут по набережной Тухачевского и территории парка Зеленый остров. Традиционно на выбор три дистанции. Масс-старт 5 километров, 10 километров и 21 километр. Чтобы заявиться в десятке, спортсмену должно быть 14 лет, а для того, чтобы поучаствовать в гандикапе, от 16 лет. Чем моложе спортсмен, тем позже он начинает забег. Система гандикап уравнивает стайров разных возрастов еще на старте. Самые возрастные участники вышли на дистанцию в 10 часов утра. А спустя почти 23 минуты стартовали самые подготовленные бегуны. От 18 до 34 лет. Решил пробежать, попробовать, поучаствовать в мероприятии. Первый раз. Интересно посмотреть, как это происходит. А вы спортсмен? Нет, для себя занимаюсь. Сам тренируюсь. Ну и на какой результат рассчитываете? Не знаю. На результат не рассчитываю. Ну добежите? Добегу. Бегунов традиционно поддерживали болельщики. На каждый марафон ходим. Во-первых, болеть за сына. А во-вторых, просто очень-очень хорошо и много знакомых встречаем. Ну что, папа победит? Да. В этом году в весеннем полумарафоне приняли участие чуть более тысячи человек. Хоть цифра с прошлого года почти не изменилась, организаторы считают это своей победой. В этот день проходит огромный старт по всей России. Забег РФ, который стартует одновременно в нескольких городах, включая Москву, Казань, Красноярск, Новосибирск. Несмотря на огромное количество забегов, наши участники возвращаются к нам, их не становится меньше. Профессионалы приезжают специально, чтобы принять участие в забеге. Но любителей на трассе могло бы быть намного больше, говорят о мячи. Может быть, по цене было бы немножко поменьше, потому что многие отказываются, потому что, в принципе, это платная услуга. Если ранее регистрация – 500, то есть потом – 700. Ну а какая цена, которая стоила? Сколько? Не знаю, рублей, но 300. Солнечная и по-летнему теплая погода, комфортная для зрителей, старым задачу усложнила. Спортсменам было не до рекордов. Бежать тяжело. На финише это признавали даже фавориты. В конце, конечно, тяжело было очень. Солнце, тепло, все жарко. Тяжелая погода, все забегают. Я знаю, что такое победы. А еще больше я знаю, что такое цена победы. Это когда нужно терпеть изо всех сил. На главной дистанции в 21 километр 100 метров первыми оказались гости. У женщин Наталья Тарасова из Новосибирска и абаканец Денис Чертыков – мужчин. Они получили по 25 тысяч рублей. Зато амичи оказались лучшими на дистанции в 10,5 километров. Первым прибежал Александр Бутрамиев. Среди женщин самой быстрой оказалась Елена Кобелева из Новосибирска. Но тут вознаграждение меньше по 5 тысяч рублей. Ольга Качкрова, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова